Интервью с Ровшаном Аскеровым. Ровшан, ваша команда, к сожалению, не смогла выйти в финал года. Давайте начнем с вопросов сегодняшней игры. Скажите, вот ваша команда наверняка пыталась играть в зале, вы стояли все вместе. Какой результат вы показали? Ну, вообще известный факт, что сила команды прямо пропорциональна расстоянию до игрового стола. Ну, это не имеет никакого значения, да, мы отвечали, да, мы придумывали, но от этого девочкам было еще обиднее, что не мы сидим за столом, а, знаете, так как можно выработать себе еще лишний комплекс, что я виноват в том, что сегодня за столом сидела не наша команда, а другая. Вопросы очень хорошие. Могу сказать, что они очень хорошие, качественные, финальные, такие, действительно, на них приятно играть, на них приятно выигрывать, на них приятно становиться лучшей командой года. Вот, и, понимаете, я все время говорю, что надо было выигрывать неделю назад на своих вопросах, вот и все. Если бы мы выиграли на них, мы бы играли бы сегодня. На них не выиграли, и виноват в этом, понятно, кто я уже говорил. Вот и все. Раушан, запоминающийся эпизод сегодня произошел, когда играл телезритель из Белокадов, Шарфатин Гасанов. Как вы относитесь к его мнению, которое он высказал в своем письме? Знаете, ну, я думаю, что это удача передачи в том, что персонажи этой передачи, в данном случае меня, как-то запоминают, выделяют, о нем говорят, я думаю, это хорошо, как говорит, вам кажется, Дэйл Карнеги, да, что плохого пиара не бывает, вот, хорошо любое упоминание, кроме некролога. Поэтому, ну, я скажу так, у меня не было никаких каких-то, когда я прихожу в клуб, я прихожу играть. Игра – это образ жизни, да, то есть я, у меня просто убеждение такое, что какой ты в жизни, такой ты, только в игре ты более концентрированный, более в чистом виде, то есть если жизни ты можешь как-то себе позволить, что-то, ну, скажем так, жизни – это более разбавленный концентрат, то игра – это наоборот, вот, самая суть. И здесь проявляется характер человека, ну, в концентрированном виде, вот, видимо, вот такой есть. Просто я считаю, что не нужно бояться зажиматься и выглядеть на игре лучше, чем ты есть на самом деле. Ну, кто-то это отметил, кому-то, кому-то это показалось так, кто-то назвал это вот так, как назвал. Я ему правильно сказал, что у меня отец художник и художница, у меня остается только рисоваться, если вы так считаете. Вот, ну, главное, что человек не остается равнодушным, по-моему, это, по-моему, это главное. Вот, так что, вот так. Я бы оценил это как удачу в передаче, то есть как будто, что ее запоминают и есть ради. Я думаю, что я не единственный персонаж, ради которого люди смотрят. Видимо, он написал ведущему и о других игроках, просто я бы попался под руку, поэтому, вот. Так что, вот такая история. Равшан, по итогам 2012 года лучшим знакомым был признан Эльман Талыбов. Скажите, вы как считаете, вы тоже придерживались такого мнения или вы бы выбрали кого-нибудь другого? Ну, вы выбрали и претензий нет. На самом деле, действительно, выбор очень большой и каждый игрок этой команды, каждый игрок внес свой вклад в общий успех. И я лично, мне казалось, что как капитан, у меня капитанская солидарность, я был на стороне Таира Мусаева. Но, скажем так, поскольку выбрали Эльмана Талыбова, я порадуюсь за Эльмана Талыбова, это тоже заслуженные награды. Тем более, могу порадоваться вместе за Гюнель, потому что Гюнель, его супруга, играет в моей команде. Вот, таким образом, у нас в семье, вот, игрока моей команды есть уже такая награда. И, ну, что теперь Гюнель нужно постараться в следующий раз догнать супруга, вот, по этому показателю. Ну, так что, я только рад. И Эльман действительно заслужил, он действительно топ-игрок. Он играет в московском клубе, играет в сильной команде вместе с Ильей Новиковым, по-моему, команде Алиси Мухина. По-моему, это очень достойный выбор и главный заслуженный. Ну, и, наверное, главный вопрос сначала пятилетия, потом еще, по итогам шести лет, так и не был выбран гроссмейстер. Вы были среди кандидатов, и в определенный момент вы сами высказались против того, что вам вручали ордень гроссмейстера. Можем мы остановиться на этом чуть поподробнее? Могу. Дело в том, что я считал в прошлом году, что в прошлом году, на мой взгляд, субъективный, я заслуживал звание гроссмейстера по итогам пяти лет. Ну, и считал, что конкурентов нет. В этом году ситуация несколько изменилась. Я считаю, что все те кандидаты, которые в этот год себя не проявили, тот же Азимов, который проиграл весь год, не играл, Гаибов, который не ходил в клуб, то есть как может быть гроссмейстером человек, которого в клубе не было в течение всего сезона, господин Гулиев, который замечательный игрок. Но, понимаете, мы выбираем гроссмейстера. Гроссмейстер – это человек, который, не который отвечает на вопросы. В конце концов, у нас есть статистика, можем посчитать. Да, господин Гулиев ответил больше всех вопросов за всю историю клуба за шесть лет. Давайте ему дадим сразу гроссмейстера, если мы по статистике, по сухой статистике. Но гроссмейстер – это человек, который делает поступок, поступок, который может изменить лицо клуба. И человек, с именем которого ассоциируется клуба. То есть, вот, Иван Иванович Иванов, момент моментов. О, точно, это человек, что где когда. Как вот Нуралил Атыпов. Раз. Кто такой Нуралил Атыпов? Человек, что где когда. Кто такой Александр Друзь? Человек, что где когда. То есть, здесь такой же человек. Я не думаю, что Азимов тянет на эту роль. Я не думаю, что он может. Плюс ко всему, этот сезон был не его. А это как бы все-таки суммируется. Когда говорят, за 6 лет, не за этот год, но этот год тоже входит 6 лет. Что касается меня, я считаю, что если бы я выиграл, если бы наша команда выиграла бы свою отборочную игру и вышла бы в финал, вообще разговоров бы не было, понятно. Но получать орден в ситуации, когда по твоей вине 5 девочек остались без финала, я считаю, что это аморально. И я в данном случае не заслуживал. И я думаю, что самое правильное это Соломоново решение – подождать еще 4 года и вручить гроссмейстера за десятилетия. К этому времени подрастут люди, которые давно играют, и, может быть, тогда они составят конкуренцию, и тогда уже будет. Все-таки гроссмейстер действительно это правильное решение. Гроссмейстер должен быть человек, который безоговорочный, без сомнений у всех возникает. А тут все-таки понятно, что господин-хранитель традиции руководствуется личными мотивами, когда отдает свой голос Азимову. И когда он перечисляет 3 компонента, которые, по его мнению, должен обладать гроссмейстер, и называет Азимову, получается, что все остальные не соответствуют этому, как-то странно по логике получается. Просто на данную ситуацию никто из кандидатов не показал, того и не заслужил безоговорочную. И мне кажется так. Я думаю, что это справедливое решение – подождать еще 4 года. А через 4 года посмотрим, что будет. Появятся ли новые игроки. Это, на самом деле, для них шанс. Потому что первая игра с мейстером – это очень серьезно. И я даже хорошо, что так сказал. Это говорит о том, что есть из чего и из кого выбирать. Я думаю, что это тоже удача. Потому что если бы за 6 лет был бы только один человек, это было бы гораздо хуже. А тот же есть чем гордиться. У нас есть из кого выбирать. Это очень хорошо. Спасибо вам за интересные ответы. Пожалуйста. До встречи в новом сезоне в нашем телевизионном клубе. Дай бог. Будем надеяться.